10 изобретений, убившие своих изобретателей История человечества полна блестящих умов, продвигающих вперёд прогресс и тем самым развивающих цивилизацию. Не все из них, впрочем, дожили до момента, когда их работы обрели настоящую популярность. А некоторым повезло отправиться на тот свет благодаря собственным изобретениям. Генри Смолинский хотел создать летающий автомобиль. И, в общем-то, создал его. Вместе с партнёром Галлом Блейком. Они смастерили АВ Мизер, прикрепив к автомобилю Форд Пинто крылья от аэроплана Цесна Скаймастер. Оба изобретателя погибли во время тестового полёта из-за отвалившегося крыла в 1973 году. Джеймс Дуглас был крупным государственным деятелем Шотландии в середине XVI века и регентом при короле Якове VI. Неизвестно, изобрел ли он или просто популяризировал предшественницу гелиотины – шотландскую деву. Но устройство пользовалось большим успехом. В 1580 году на ней был казнён и сам Дуглас. Часть вины в катастрофе, постигшей «Титаник», лежит на плечах его создателей. Томас Эндрюс был ведущим конструктором корабля и исполнительным директором компании «Харланд энд Вольф». При столкновении с айсбергом он первым смог здраво оценить повреждения и сказать, что корабль потонет, и вскоре погиб, помогая спастись другим пассажирам. Фредерик Дюзенберг, американский конструктор, вместе с братом Августом специализировался сначала на обычных машинах, затем на гоночных. Их болиды были чрезвычайно популярны и качественны. Несмотря на это, Фредерик разбился на машине собственного производства в 1932 году и умер в больнице. Ли Сы, живший в III веке до н.э., был влиятельным чиновником при дворе императора Цинь. Прославился жестокими методами устранения недовольных, в том числе изобретением казни «пять наказаний», при которой жертве отрубали конечности, а затем рассекали пополам. Надо ли говорить, что в конце концов Ли Сы и сам был казнен подобным способом? Майкл Дакар, погибший в 2009 году, пытался создать летающее такси – компактное и удобное транспортное средство, способное разгрузить поток машин в крупных городах. Но при первом же испытании возникли проблемы при взлёте, а затем всё же поднявшаяся в воздух машина рухнула с 200-метровой высоты, убив своего изобретателя. Абаковский сконструировал моторную дрезину с авиационным пропеллером – перспективное и весьма быстрое транспортное средство. В 1921 году аэромотовагон был успешно испытан на участке железной дороги Москва-Тула, но на обратном пути сошёл с рельс и разбился. Макс Валли, австрийский инженер и пилот, мечтал привлечь внимание мира к новой, в то время ракетной технике. Для этого он прикреплял ракетные двигатели не только на самолёты, но и на автомобили. Однажды одна из таких ракет взорвалась, и осколки убили Валье на месте. Фрэнсис Эдгар Стэнли. Вдохновлённый паровыми поездами, разработал паровой автомобиль Стэнли Стиммер в 1897 году. Машина ездила со скоростью 43 км в час, поразительной для тех времён. В 1918-м, к несчастью, изобретатель погиб за рулём своего детища, пытаясь объехать препятствия на дороге и перевернувшись. Аурел Влайку – пионер румынской авиации, изобретатель и лётчик-испытатель. За свой самолёт Влайку-2 он получил крупный денежный приз на авиационных соревнованиях вблизи Вены в 1912 году. Но уже через год разбился на нём же при неудачной попытке пересечь Карпаты. Вы были на канале Шок Топ, понравилось видео – ставьте лайки, а также подписывайтесь, не стесняйтесь. Всем пока!